Здравствуйте, дорогие любители классической акустической гитары! Сегодня наш урок посвящен игрой пунктирами и акцентами. Что же это такое? Сегодня мы будем разбирать пунктиры и акценты на примере мажорных двухоктавных гамм. Кстати говоря, все гаммы, и хроматические, и мажорные, и минорные гаммы, и трехоктавные, можно играть, отрабатывая их пунктирами. Также этот прием, как упражнение, можно играть и применять в своих произведениях, которые вы проходите, будь то пьеса это или этюд. Нужно это для того, чтобы вы достаточно свободно владели ритмом и умели управлять этим ритмом на гитаре и на любых других инструментах. Я знаю, что пианисты очень часто применяют группу интервью, отработки каких-то сложных фассажей, скачков, различных химических рисунков и так далее. Это и технически вас более ставят в нужную позицию, потом вырабатывают вас в какой-то внутренний темп. Давайте разберем, что же такое пунктир. Представим себе две цифры, скажем так, такие как дроби. Например, у вас написано 1 к 1, то есть 1 к 1. Значит, одна быстрая, одна медленная. Первая цифра обозначает быстрое количество звуков, вторая медленная. Сыграем по нам гамму до мажор с третьего лада, второй, пятой струны и попробуем просчитать это вслух. 1. Если, например, я поставлю вам цифру 1, 2, 1 к 2, у нас получится следующее. 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, Credit настоящий. Если будет написано 1 к 3, получится следующим образом. 1, 1, 2, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 1, 2, 3, 1. Если у нас будет написано 2 к 2, получится следующим образом. Медленные две, быстрые две. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 2 к 3, 2 медленных, 3 быстрых. 1, 2, 1, 2, 3, 2, и так далее. Но чаще всего применяются вот такие панки. Вот однако 1, однако 2, однако 3, 2, 2, 2, 3, ну так 4 уже. Теперь поговорим о акцентах. Акцент это, как мы помним, переводится как выделение или ударение. Вот и давайте выделим. У нас с вами существует, например, двуоль, то есть от цифры 2. Каждую вторую, простите, каждую первую двойку мы будем выделять. И у нас получится раз-два, 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 раз-два. То есть я выделил каждую первую. Если у нас будет, например, треволь, мы будем выделять каждую первую в тройке. И, конечно, когда мы играем, мы считаем вслух, чтобы не сбиться, и таким образом контролируя себя. Это так. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Квартоль, то есть четыре, да? То есть каждую первую в четвертую. 1, 2, 3, 4, бруси 1, 2, 3, 4, бруси И последнее акцент, вид акцента квинтоль То есть пятерки каждую первую 1, 2, 3, 4, бруси 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 Вот, собственно, и все Помните, что акцентами и пунктирами можно отрабатывать все гаммы, как романтические, так и мажорные, минорные, двухоктавные и трехоктавные. Хорошо отрабатывать пунктирами и акцентами, придумывая задачи себе, такие пунктиры, которые вам понравятся в этюдах и пьесах. Все это отрабатывается, естественно, в медленном темпе и контролируя себя таким образом, это будет вам большим подспорьем потом с работой с ритмом и с различными сложными ритмическими тонками в том числе, и работы правой и левой руки, координации и взаимодействия с ритмом и метром. На этом все, что я хотел вам рассказать о пунктирах и акцентах. Желаю удачи!